Добрый день! Сегодня 9 июля 2018 года. С вами 5 минут ликбеза по инфекционным болезням. И я доктор Игорь Марков. Сегодня мы поговорим о цитромегаловирусе. Поехали! Цитромегаловирус это 5 вирус Герпеса. И история с ним до сегодняшнего дня очень сложная и непонятная для многих специалистов. Вот что было написано в моей книжке 20 лет назад о цитромегаловирусе. Лечить или не лечить? Почти как гамлетовское «быть или не быть» на такой вопрос каждый раз предстоит отвечать лечащему врачу, под наблюдение которого попадает пациент с цитромегаловирусной инфекцией. В исследованиях по современной инфекционной патологии цитромегаловирусная инфекция приобретает все большую актуальность, но при этом остается наименее изученной проблемой из числа старых в лобках инфекции, впервые дифференцированных еще в конце позапрошлого века. Спустя столетия, в середине 80-х годов Европейским региональным бюро ВОЗ цитромегаловирусная инфекция была внесена в список болезней, которые определяют будущее лицо инфекционной патологии в 21 веке. Прошло почти 20 лет и ничего не изменилось. Цитромегаловирусная инфекция остается важной, актуальной и слабо понятой инфекцией до сегодняшнего дня. Поговорим о цитромегаловирусе применительно к их беременности, как торчинфекция. Не знаю более коварной и педступной торчинфекции, чем цитромегаловирус. Когда нечетокорик, краснухи или ветрянки, видна клиника острого заболевания. Врач, речащий врач, знает к чему готовится. Токсоплазмоз не имеет хронических форм, и поэтому только как редчайшие случаи острой инфекции представляет опасность для беременных. Вирусные гепатиты В и С это малопроблемные инфекции. 1-2% беременных женщин передают всего этот вирус ребенку. Цитромегаловирус, который есть практически у всех беременных, 94-95%, может активироваться в любой момент. Это было давно, а то уже почти 20 лет назад. Пришла женщина, которая по своему статусу и финансовому положению могла родить в любой точке земного шара. Она потеряла 8 беременностей. Она была в разных странах и ничем ей не смогли помочь. Когда мы уже определились с тем, что причиной этих всех потерь был с максимальной вероятностью цитромегаловирус, и когда я сказала, что я знаю, как его лечить, она мне ответила, доктор, у меня не осталось ни моральных, ни физических возможностей и сил больше этим заниматься, и семья, по-видимому, осталась бездетной, мы расстались. Цитомегаловирус может активироваться в любой период беременности. Активация в ранние сроки приводит к прерванным беременностям, к выкидышам, к рождению больных детей. Активация в поздние сроки приводит к рождению инфицированных детей, у которых клинического проявления цитомегаловирусная инфекция не имеет. Она клинически бессимптомна. Но такие дети опасны в плане развития. У них различных осложнений со стороны центральной нервной системы, органа зрения, глаз, после проведения плановой вакцинации. Поэтому я деток, не обследованных на врожденную цитомегаловирусную инфекцию, много лет не прививаю. Эти дети, к 4-5 годам, у них инфекция все равно перейдет в латентную форму. Что с лечением, что без лечения. Но вот в этом периоде, пока она активна, что определяется лабораторно, таким деткам прививки делать нельзя. С ними надо наблюдать. Может даже в некоторых случаях лечить. Самый важный пробел в сегодняшний день, это диагностика цитомегаловирусной инфекции у беременной, а именно ее активных форм. Продолжаются попытки ставить диагноз и говорить о том, что надо или не надо лечить на основании титра уровня антител класса G. Это ошибка. Только 3 ПЦР-теста, проведенные в крови, в шлюне и в моче, отвечают на этот вопрос. Есть опасность для ребенка или нет? Надо лечить или не надо лечить? Только 3 ПЦР-теста. Это же касается и новорожденных. Что касается развития клинических проблем, связанных с хронической цитомегаловирусной инфекцией, то, к сожалению, если раньше считали, что только у иммуноскомпрометированных лиц она может давать клинические проявления, вызывать клинические проблемы, оказалось, что не так. И у иммунокомпетентных лиц она может вызывать клинические проблемы. Я считаю, что это происходит именно в тех случаях, когда первичное заражение произошло внутриутробно, такой ребенок не получал прививки или проскоризнул их без последствий. И потом в будущем у него может развиться спустя годы и десятилетия различные заболевания нервной системы, лаз, которые обычно ассоциируют именно с иммунной некомпетентностью. Ну вот, собственно, то, что я успеваю сказать за 5 минут литбеза по инфекционным болезням относительно цитомегаловируса. С вами был доктор Марков. Будьте здоровы, не болейте. А заболевлечитесь правильно и выздоравливайте. До встречи через неделю.